В восьми школах города Бишкек в течение месяца прошел конкурс по сортировке мусора. Уборки территории определены победители в зависимости от количества собранного мусора. Среди школ, в которых обучается более двух тысяч учеников, лидирует средняя школа номер 88 имени Камбаралы Бубулова. Они совместно со школьным коллективом собрали около четырех тонн мусора и сдали его на перерабатывающие предприятия, где заработали 40 тысяч сомов. По итогам конкурса школа получила интерактивную доску. Учащимся были вручены почетные грамоты. Мы после того, как были проведены тренинги с нашими учащимися, в итоге мы собрали пластик и макулатуру, более 4 тонн килограмм. Мы при комиссии сдали и макулатуру, и пластик взвесили на месте и сдали комиссию. Комиссию они дальше сдали, и нам вернули тоже приз в 40 тысяч сомов. Эта сумма 40 тысяч сомов пойдет на нужды школы. В школе номер 88 установлены специальные ящики для сортировки мусора. Учащиеся практикуют сортировки бумаги, пластика, стекла и использованные батарейки. Указанная школа участвовала в проекте «Джирины», направленной на распространение культуры сортировки мусора, и добилась успешного результата. Мы участвовали в данном мероприятии. На экопроекте этот экопроект очень сильно понравился, потому что в данный момент пластик – это очень большая проблема. То есть пластик мы можем найти как в еде, так и в организме животных, микропластик. Поэтому экопроект очень сильно понравился. Я поняла то, что нужно больше уделять времени природе и выходить на природу, держать свежим воздухом. Это был экологический проект по сбору мусора для их переработки. Мы в этом году первый раз принимали участие в этом. Нам очень приятно победить. Нам также предоставили за первое место подарки, призы. Мы также благодарны за это. Всего в проекте приняли участие 8 школ и более 14 тысяч учащихся. Прежде чем начать экодеятельность, они прошли специальное обучение о вреде отходов и о том, как правильно их сортировать. Конкурс организован Общественным фондом «Экадемия» совместно с Министерством образования и науки. Основная цель – распространение культуры сортировки мусора в школе. Нужно было собрать большее количество мусора, разделить его. Так как вы знаете, указ президента вышел о том, что мы будем постепенно отказываться от пластиковых пакетов по всей стране. Мы обучали студентов, наших школьников. Более 14 тысяч школьников прошли обучение. И сегодня мы вручаем памятные призы. Мы подбирали материал. Общественный фонд «Экадемия» более 10 лет занимается именно общественными акциями. И на основе этих мероприятий мы подобрали свой личный материал, который прошел тестирование с Минообразованием. И это, еще раз говорю, это интерактивная работа. Мы благодарны всем директорам, ученикам и их родителям, что очень серьезно отнеслись к проекту. И от Бакай-банка, если я сегодня являюсь представителем Бакай-банка, мы дарим вам еще подарки. Это проектор. Мы решили поддержать проект Джерине фонда «Экадемии», потому что тема экологии очень близка нам. И мы выражаем благодарность за то, что фонд решил именно начать с детей. То есть это очень важно привить новому поколению любовь к собственной стране, к собственной земле и объяснить, как сортировать мусор. В том числе и подарки в 88-й школу, которая выиграла первое место. Это и проектор, и интерактивный экран. Ну и в целом мы поддерживаем этот проект уже второй год. Следует отметить, что средняя школа номер 55 заняла второе место в проекте Джерине. Они собрали более трех тонн мусора и в итоге получили экран для проектора. А школа номер 83, занявшая третье место, собрала 570 килограммов мусора и получила принтер для своей школы. В рамках указанного проекта планируется организовать аналогичные соревнования в школах и других регионах. Проект реализуется поэтапно. Ранее волонтеры принимали участие в очистке берега озера Иссыкуль и других экоакциях.